Где и как вы встретили День Победы 9 мая 1945 года? Объявили о том, что немцы капитулировали, а мы с территории Германии летали в Чехословакию. Командия добивалась, чтобы всякие власовцы и немецкие войска задержать, чтобы они не ушли к американцам. И летали до 11-го числа. Даже один летчик погиб. 11-го числа. Поэтому война на самом деле кончилась немножко попозже. А в пехоте другое отношение. Я летал в Прагу еще когда там немцы были. Связь была потеряна командами фронта. И меня пошлали тогда. Разберись там часть и разберись. Я прилетел в Прагу. На аэродроме было примерно 150 немецких самолетов. Пару раз пострелял не по самолетам, а мимо. Ну и сейчас для меня огонь будет, значит ясно. Огня нету. Щел. Вот. Но долго рассказываю, значит. Получил данные у восстаншей Праги. И улетел обратно. Потом меня за эту посадку бедничный наградил орденом гражданства. Скажите, пожалуйста, какой фильм о войне, по вашему мнению, лучше всего передает атмосферу военных лет и отношения между людьми? Для меня, вот, обоих идут одни старики. Самый хороший фильм. А скажите, пожалуйста, произведения какого писателя наиболее правдиво отображают войну? Вы знаете, трудно сказать, потому что каждый пишет так, как он видит войну. Я же больше занимался авиацией и воевал. Ну вот, я читаю, допустим, не буду называть фамилию. Он опишет войну от этого кушта до этого кушта. Он не виноват. Ну, он пехотинец или танкист. Он опишет войну, которая движется со скоростью 4 км в час. Понимаете? А я летчик. Мне дают обстановку за фронт. Понимаете, разве? Даже смотришь, генерал армии или маршал Советского Союза пишет свои воспоминания. И опять же, тут церковь, там бугор. И пишет, как Маршал Жуков ползал по переднему краю перед Куршкой битвой. Уточнял обстановку. Поэтому у нас разное видение войны. Понимаете? Михаил Петрович, а скажите, вот какой фильм о войне вы посоветуете посмотреть молодежи? Какую книгу прочитать, может быть? Не могу сказать. Вот разговариваю с одним маршалом Советского Союза. Не буду называть фамилию. Говорю ему, а у меня была такая работа, я общался, значит. Я говорю, вашу книгу прочитал. Когда вы ее успели написать? Я говорю, 700 страниц воспоминаний. Михаил Петрович, я ее еще не видел, не читал. Это под холемы напишали. Понимаете? Вот такие могут быть книги. Понимаете? Не потому, что он плохой человек, но за него вот кто-то там напишал. И он честно говорит, а я ее не видел. То есть я за него не отвечаю. Так же в науке. Так же в науке. Обязательно, вы умный человек, что-то придумали. Обязательно у вас найдется рядом какой-то академик, руководитель. Поэтому вот к этому надо относиться, ну уж пониманием. Потому что каждый человек может честно напишать. А другой он и фронта не видел. А пишет о том, как он воевал. Поэтому вот эти все книги, надо их пропускать через объективное восприятие. И я давно перестал читать мемуары. Мне этот вид не нравится. Потому что, допустим, я прилично знаю войну. И читаешь, вот. Допустим, один покойный маршал Советского Союза пишет во своих воспоминаниях. Он был командующей армией сухопутной. Пишет, что ему позвонил Сталин и советовался с ним, как наступать. Я почитал, думаю. Но пришло Сталин у этого человека, когда он комал армия, было в ботинках сыра. А он пишет о том, как с ним Сталин советовался. А в этом фронте было 12 армий. Понимаете? Так я знаю ситуацию, что этого не может быть. Сталин не до этого. Михаил Петрович, скажите, пожалуйста, вот еще. Как вы оценивали то, что после войны с Германией нам пришлось воевать с Японией? Положительно. А как вы думаете сейчас, почему началась война? Как вы восприняли победу над Японией? Эту победу я воспринял, ну, сказать, очень положительно. Значит, Квантунскую армию, которая имела, собственно, миллион человек, разговаривает практически мгновенно. И мир до сих пор не может представить, как так мы через такие горы ушли туда и решили проблему мгновенно. Я не знаю по соглашению, мы с Квантунской армию решили, но жалею, что мы не могли войти в шумую Японию. А это, к сожалению, с начала 90-х годов прошлого века это был наш постоянный вероятный противник. По гражданской войне и так далее, и так далее, и так далее. Видимо, были заранее начнены соглашения, где мы воеем, а где американцы воеем. И эти две бомбы, которые там брошили, никакого значения не имеют. Это заявка нам. Смотрите, что у нас есть. Михаил Петрович, скажите, пожалуйста, как вы думаете сейчас, почему началась война? Да, вот 41-45-х годов. И как, в принципе, избежать угрозы войны для нашей страны в будущем? Майнкапп Гитлер написал задолго до войны. И он везде говорил, что немцам нужно пространство. и вся политика строилась, чтобы разрушить Советский Союз и определиться хотя бы до Урала. была отработанная программа сколько населения уничтожить, сколько оставить рабов. Все было посчитано. Каждый погибший в концлагере давал прибыль немецким банкам 168 и 1068 имперских марок. Скажите, как избежать угрозы войны для нашей страны в будущем? Как вы считаете? Вопрос очень объемный. Ну, коротко можете сказать. если Россия будет единая и если мы сохраним нормальные отношения с Европой с Европой а не будем играть в поддавки то вопрос решается положительно. надо почитать нашу новую военную доктрину. Там сказано пшущие нападения на нашу страну и создание реальной опасности мы можем применить специальное оружие. понятно. Современная армия, которая создаётся создаётся она не может вести большую войну. Этот миллион человек, которые будут иметь страну на такую огромную территорию на такие границы это только для погашения внутренних конфликтов на границах. и а вот сложность политики правильность политики позволяет или позволит использовать внутренние противоречия на реальных потребностях и нашу экономику мяку вопрос про что если мы закроем допустим сложные ситуации или нам кто-то закроет поступление газа и нефти в Европу то вся Европа перейдёт на каменный век у них ничего нет всё что у них создано питается за счёт вот этих двух ну как назвать нефть ресурсы ресурсы да но у нас слабое слабое очень место это наше сельское хозяйство Михаил Петрович и здесь могут возникнуть обратные ходы и мы будем зависеть от них скажите пожалуйста что вам ещё хочется рассказать может быть добавить ко всему сказанному я бы хотел четко определить или доложить обществу причине неуспешного начала войны и учёные боятся этот вопрос тронуть смотрите смотрите мы крестьянская страна одним махом провели операцию раскулачивания раскулачиваем раскулачиваем миллион двести тысяч крестьянских хозяйств умножьте на пять на семь каждую семью крестьянские семьи большие мы одним махом уничтожили самый большой класс класс крестьянина для для чего это сделано для чего без создания колхозов и захозов назовём так Шталин не мог отрывать крестьяна от земли некому было строить заводы то есть страна оставалась могла остаться без необходимого оружия для своей защиты так вот это огромное масса людей вывозилась и расставлялась там где нужно на допустим моя мама вот на бронзейных калошах строила уранский институт и так далее видите и я там жил в этом бараке где-то строители это миллион двести тысяч хозяйств колхожи и шовхожи не успели арендовать новое коллективное производство в стране голод помните но люди были расставлены там где строили животные вот никто вот этот этап подготовки к будущей войне не хочет рассматривать поэтому это непростая штука как так одним махом уничтожить многомиллионный клаш крестьянина колхозник не крестьянин и рабочий совхоз тоже не крестьянин его лишили земли лишили общности революция сложнейшая революция ну и дальше идет еще попроще сказал что будущая война неизбежна нам не дадут строить социализм и высшая власть и наш язык обсуждал эту прошлую и вы знали что война неизбежна так вот вот эту тонкость который большим бревном никто не хочет разбирать Михаил Петрович скажите пожалуйста вот меня просто скажите пожалуйста вот мне просто хочется еще спросить вот вы первое звание героя Советского союза за что получили за корушку битву а второе а второе битвы в совокупности уже за Украину за Польшу за Германию за Чехословакию ну какие-то ордена получал вот а уже перед парадом победы Шталину было присвоено звание генералейшин уж в этой же газете ниже было постановление присединивума а присвоением нет каждой героя Советского шага так мои приятели ну вот стали разгромить может быть и тебя разгромить надо Понимаете вот значит в чего до парада победы на восемь тысяч нет пять да восемь тысяч с половиной героев Шевецкого Союза дважды героев куда что или что три человека из них двенадцать погибли в боях нас вышло девяносто один человек все уже умерли нас осталось двадцать человек это маршал ефимов маршал авиации и я перед вами сидящим космонавтов героев Советского Союза примерно и россии что три человека дважды героев по-моему двадцать шесть они уже по возрасту начали убирать Михаил Петрович скажите пожалуйста что бы вы хотели пожелать нашей молодежи у моих пожеланий молодежи я бы мог прочитать лекции и мы должны старшее поколение передать молодежи свой опыт наши знания и сделать молодежь здоровой и счастливой потому что девочкам и мальчикам которым сейчас пятнадцать лет они через пятнадцать двадцать лет должны управлять государством и мы если мы это не сделаем непонятно кто будет управлять а в сорок седьмом году директор ЦРУ Далиш изложил программу холодной войны и там есть такие фразы о разложении Шеверского союза населения и мы найдем нужных нам людей и то что мы делаем немногие поймут что происходит и мы уничтожим самый непокойный народ на земле русский вот последний пример нужных людей как этот самый меченый отмечал восемьдесят лет в Германии это в Англии в Лондоне в Лондоне по-моему в Лондоне по-моему в Лондоне там не было ни одного русского слова и это матерый государственный преступник он выполнил поручение и мне непонятно почему его наградили орденом Андрея Первозана первой степени в Лондоне вопрос есть? и он не один такой а когда рухнул Советский Союз и началась так называемая перестройка кто пришел зав. лабораториями и прочее, прочее, прочее. А кто был советниками? Немцы, англичане, американцы. А Академия наук советская уже была в стране. Что могли эти люди пожелать? Их подобрали и пришлали сюда с определенными целями и задачами. Они выполнили задачу. А эти шкалеры, которые пришли управлять, они спокойно глотали то, что им говорят. Вот это еще одна революция. Знаете, 95-й год, 17-й. Две войны. Перестройка — это война, очередная революция. И революция в идеологии. Так что вот собирайте эти вот вещи. Может пригодятся кому-нибудь. Спасибо большое. Спасибо большое.